И у Клудов, конечно же, ситуация тяжелейшая Единственное их преимущество в том, что они играют сейчас на европейском сервере И пинг будет чуть получше В принципе, по первой игре, возможно, это где-то и порешало Да, огромное спасибо зрителям, которые делятся информацией И, как выяснилось, у ЕГЭ тоже есть тренер Причем, ну, с его кандидатурой все понятно Это небезызвестный Бульба, Сэм Сосейл И, собственно, буквально вчера выложил в Инстаграм фотографию PPD Где поздравлял его с днем рождения На этой фотографии действительно Бульба Ну и, собственно, в равных условиях, получается, в этом плане команды Ну и давайте перейдем сразу, наверное, к пикам Лишрак Нага Сирена в бане от Cloud9 Сразу же банится от ЕГЭ Тускар и Баунти Хантер Ну, Баунти Хантера мы, видимо, не увидим И в ответ на Веспа берется Винтер Виверна Которая довольно-таки неплохо его контрит Ну, что касается Cloud9 У них есть такая тенденция Закидывать первую игру Ну, не могу сказать, что они плохо смотрелись в первой игре Ну, был, конечно, вот этот момент с ультрафидом 0.8, это, конечно, слишком много Это привело к, естественно Слишком сильному Скайрос Мейджу И, в общем-то Несколько хороших драк от ЕГЭ Несколько хороших решений Да, они могли эту игру отпустить и проиграть Но в итоге эти решения не позволили Клоудам ничего сделать Ну и, собственно, во второй игре они попытаются Через Гирокоптер сыграть Ну, как по мне, Cloud9 себя похоронили Когда они решили пойти пушить против Скай Шейкера и Квопе Когда у вас есть сильный бурст С ребятами, где нет цива То есть они, ну, у них сильный герой Они хорошо сражаются в лесу Если там есть чем и связать героя Параллельно у тебя, ну, хороший вариант Для того, чтобы дать там ультаппарат Как-то аспав кинуть То есть людям в лесу посложнее держать позиционку Чтобы не попасть во всем То вместо этого они просто пошли пушить Первая драка закончилась удачно, да За счет того, что Шейкер просто застанил Джакира Из хитрой точки, где Джакира этого никак не ожидал И в итоге драка 4 в 5 Но там еще более-менее отковырались А второе замес это было самое вообще эпичное Что я когда-либо видел Это Энви просто улетает на другую часть карты Как ты говорил А 4 героя пошли драться 4 на 5 Опять та же там фиссура Там врыв тусика ульт Скайя Опять минус 1 Верка, которая не сделала ничего И, как по мне, у Cloud9 Если тренеры есть То что-то он с ними странное делает Потому что пока он больше похож на Такого парня, который просто идет биться башкой об стенку Ну, по крайней мере, с то Тейлом это было видно в начале То есть все спросят вопрос Все скажут, как же хорош Скай Как же он хорошо играл Как же он хорошо убивал Ребят, если к вам в хард-линию Будет зачем-то приходить Эншент-аппарат, который будет умирать Под этого Скайя 5 раз, да И Скай будет убегать 5-0 То поверьте Не только Скай будет хорош А почти любой саппорт будет хорош В такой игре там И Леон, и Шадоу Шаман Вообще все что угодно Поэтому Клоудам нужно Кроме пуша Что-то другое делать Или хотел брать героев на пуш Из которых будет хотя бы один сейв Без сейва перед накастеров Это суицид Ну, именно в лоб То есть по лесу можно загангать Да А в лобове это был суицид Без какого-либо шанса на камбэк Тем более в меньшинстве И да, я соглашусь Что, ну, а уедали, конечно, многое Но он, в свою очередь Все, что он сделал Это умело воспользовался этим преимуществом Ну и вот он тот самый сейв Только залетает он к ЕГ Вообще получается у них довольно грозный пик В плане подхилы и какого-то сейва Есть уже Колд Эмбрейс Есть Грейв Есть Шадоу Вейв Которые хилят довольно-таки жестко Ну и что касается Клауд Найн У них пока что ставка идет на Виспа Ну и честно говоря Вот Висп Клауд Найн Последнее время как раз-таки не впечатляет Да, они там обыграли ВП Но Виртус Про там Начудили очень сильно И Сларк у них постоянно врывался Под этого гирокоптера Посмотрим, посмотрим Что будет добирать Клауд Найн Пока что их связка Ух ты Забытый герой Про которого очень много спрашивают Куда же он делся Почему он не появляется Ну и в принципе Как контра тому же Дазл Тому же Грейву Тому же Колд Эмбрейсу Заходят отлично Потому что пока что Не придумано ни одного По-моему в доте с пыла Который смог бы остановить Кулинг Блейд Если у героя мало хп Да, зато всегда есть другой вариант Ты можешь на Дазли Крест качать в единичку И например максить яд Вместо Креста против Акса Потому что Акс Неважно какой у тебя будет Грейв Он тебя все равно зарубит Поэтому лучше Как-то по-другому Выкарабкиваться Плюс Акс хороший С виспом и гиричем Прыгаешь Колешь Сверху падают еще два героя Ну да, да Сверху падает какой-нибудь Гирокоптер с виспом И тебя моментально убивает Так что Святочка пока у Клауд Найн хорошая Единственное, но Она немножко жидновата Потому что что Гирокоптер Что Аксы Они очень чувствительны К айтемам И добавлю Что у Клауд Найн Еще остался выбор Для мидера И вот этому мидеру Ни в коем случае Нельзя быть тем героем Которому надо набирать айтемы Иначе они просто Не поделят фарм между собой То есть будет Гиро, Чакс И еще кто-то И будет тяжко Вторым, как мы видим У ЕГ У них все сбалансировано То есть пока Единственные два героя Которые нуждаются в фарме Это мидер И изи лейнер Клинг с Квин оф Пейн Притом они довольно-таки боевые И у меня создается впечатление Что ЕГ вообще могут пойти Куата в хардлейн Если пожелает Там какой-то даблой Например, Дазл Плюс один Пока у них вообще все отлично Вполне возможно Да, там в чате подсказывают Что Энви много на Эмбере играл Ну, возможно В прошлой игре И попробовали эту заготовку Ну, в принципе Энви-то отыграл не так плохо Особенно в начале Но Немножко его этим билд смутило Все-таки он был не такой сейфовый С другой стороны Даже если бы он Да что бы он там не собрал В той игре На мой взгляд Было тяжело Потому что ЕГ, конечно, контролировали все Как бы На мой взгляд Там вообще Пофигу Как ты играл Энви на Эмберспирите Когда бегают такие герои Да, как Скайк Попа Отожранный И могут тебя забрать В любой момент игры То есть Ты можешь только Сидеть на базе Как бы Игру проигрывает то Что вы просто идете В пятером И В ситуации Когда вы уже Немножко послабее Да, вот именно В лобовых столкновениях Вы ничего не можете сделать Вы Напоминаете каких-то Новей Которые в свое время Да, шли под Там Гирокоптеров Шейкерами Какими-то героями Которые вообще Ничего не могли В 5 на 5 сделать И вот сейчас Клауд 9 Они пошли По стопам Нави Просто шли И умирали Шли и умирали То есть Ну не так Играют партизанскими героями То есть Если ты идешь в лоб Да, берешь зомби Берешь зомби Зомби Там Джакира Еще какой-нибудь Даззл Чтоб подхиливал Просто И наламываешь Сантовра И сносишь Как это Делали те же Нави Да, зомбарем Там Пугну можно взять Чтобы поставить Дезвард А если ты берешь Аппарата Который идет пушить То это уже Странная история Слишком странная Тавер он особо не бьет Да, он очень тонкий Попасть там Когда все в позиционке Почти нереально Поэтому сейчас Нужно будет Клауд 9 Возвращаться В свой стиль Ну я соглашусь Аппарат запорол Как в теории То есть Непонятно Куда его было поставить Так и на практике 0,9 Ну да Без инициации Да, когда у тебя нет Инициации Либо Иуль на решерачке Да, либо Фаст Иуль на Джакира Либо может быть Что-нибудь на Верке То Как ты попадешь Своей ультой Если там Тусик прыгает Шарики Клопа прыгает Бомфлетчер бегает На 400-500 мс Как ты собираешься Попадать ультой Во врага Они просто бегают Как бешеные Поэтому они еще Видят самого аппарата И это сделать Почти нереально Просто нереально Ну и в завершение Ко всему В том же пике То есть там Не было вины Энви Там основной момент То что Бомфлетчер нажимает БКБ И кто его бьет Но Энви Может рожок Нажать второй скилл Может попробовать Посоревноваться С Бонником В ДПСе Когда он там Жмакает Ну когда он Диаболики Против Бонника Против Strayfast Дезаля Ну да И там еще Против Тусика То есть сам Пик Клауднэн Он имел Некоторые слабости Когда появится БКБшчика И в итоге ЕГЭ Их потом просто Унижали Так Сейчас у нас ЕГЭ Возвращаются К Шекеру Решили сделать Его хардлейер Прошу отметить Шекер Хороший хардлейнер То есть Если Акс Блинк прыгает И ему нужно Огромное количество ХП Чтоб впитывать Чтоб там Что-то получалось То в случае С Шекером Ему нужен только Блинк и все Больше тебе ничего Не надо Прыгнул Дал раскаст Потом станчик И все И можешь Со спокойной душой Погибать Плюс Шекер Хорош против Виспас Гирыча Ну и против того же Акса То есть если Акс Тут много контрей Уже этому всему Ну да Если Акс прыгает И начинает крутиться То есть можно вообще Шекером прыгнуть так Что ты достанешь Тех кто прилетит И самого Акса Или вариант номер два Прыгает Акс Он начинает крутиться Остается малый ХП И он уже хочет Сдать Кьюлинг Блайт Но ты в очередной момент Даешь станчик Тоже хороший вариант Ну и самое главное Это вообще по игре То есть опять Мы видим комбинацию Шекер дает фиссуру Квапа у нас Прыгает с прокастом И Бонник нарезает Под страйфом У Клауд Найн Только Висп Способен засейвить кого-то Вот только Висп Может Ну в принципе Висп пока спасает игру Только он Ну тут Да тут надо будет Нотейлу потеть Очень жестко Чтобы сейвить Ну да Пожще чем на аппарате Пожще чем То есть Не бегать в хард Особенно с ТП Когда знаешь Ты так ТП шнулся на Тауэр Через 10 минут Прошел Минус 100 и плюс 200 Минус 100 еще Да и плюс 200 Для Ская Так Девауру Вот это уже интересно Вот это уже сейв Кстати Вот это уже Качественный сейв От Клауд Найн И слава богу Есть что-то Что способно Контрить в рейве Плюс это по-моему Контра против Винтер Виверны У меня есть такое ощущение То есть тут две контры Первое Ты прячешь Квапу на линии И лучше добиваешь Крипов Чем она Однозначно А второе Это если Винтер Виверна Кладет твоего героя В ульт То ты по-моему Всегда можешь успеть Положить на него Астрал Ну да Весь это сам Вывернеш Конечно Мне сейчас Мне интересно Да Мне интересно На рейнш Посмотреть На рейнш Астрала Там суровый Довольно-таки Радиус Ну вот Да То есть На самом деле У Клаудов Задумка сейчас Приятная Единственное Они опять Проседают ДПС Сингл Таргет Если нажмут БКБ Но если Они затянут Игру То Пятисекундное БКБ И Девауру Может навалять Всем Основная Особенность Ивегей Им нужно Лайнинг Свой сейчас Спасти Клопе Нельзя встречать Девауру Ни в коем случае Если она встретит То ей нужна помощь Так Ну и что У нас Сразу пошли Какие-то ТПшки Сейчас мы посмотрим Да Тем временем В Твиттере На Аккаунте Дота Пит Появился Анонс Анонс Четвертого Сезона Но он там Практически Каратенечкий Ну и в общем-то В этом анонсе Сказано Что Несмотря на то Что в четвертом Они не планировали По моей информации Планировали только На пятом сезоне Сделать Лан Судя по всему Лан будет На четвертом сезоне Конечно Тяжело Сейчас загадывать Что будет и как Потому что там Мейнджеры Потому что Это будет после Инта То есть Где-то еще месяц А то и два А то и три До первых Каких-то матчей Или каких-то новостей Но во всяком случае Планы организаторов Вот такие вот Ну Собственно Правильное решение Они на мой взгляд Принимают Потому что Без Лана Такой турнир С таким призовым фондом Если им удастся Конечно Опять так много поднять Это немножко не то Да Ну и давай Назовем Кто на ком играет Сумаил на Квапе ППД на Дазле Юниверс на Шейкере Фир на Клинксе И Аой 2000 на Виверне Клодная Фата На Девауре Энви Гирокоптер Биг Дэди На Виспе Мизерри Леон И Бунсевен на Аксе Так Кто у нас пойдет в мид Неужели Квапа? Ну Она будет Если она будет стоять Против Дестра Скорее всего К ней кто-то придет Возможно Дазл Или Виверна И будет пытаться Вначале что-то делать Потому что Ну один на один Квапе будет тяжело Особенно если ОД поставит себе Какой-то вард Вот сюда вот Ну Или вот сюда вот И будет видеть Квапу Будет ее всегда прятать Конечно у нее там Ну Сколько Астрал сейчас Снимает Инты Ну 4 7 10 И 13 Ну даже Первого левела Два раза по 4 Это плюс 8 У Квапы минус 8 Как бы 16 урона разницы А на втором Или на пятом То есть на третьем На пятом уровне Там вообще тяжело будет Но на ранней стадии Два урона можно Прессонуть За счет того Что у него Во-первых Длительная Ну большой КД У Астрала Плюс он Не захочет его использовать Ему нужно будет Астрал Ну желательно До третьего уровня Сейвить Чтоб потом можно было Больше интейвровать Там почти в два раза Да Ну и плюс пассивочка То есть Если сейчас Два урона Он купил себе Или его запулили На Кларити Он понимает Что если не закончится моната Ее нужно будет Обязательно восстановить И получается Где-то До пятого левела Сумейл стоит Если Виверна очень хорошо поможет А Виверна мы видели Взяли сапог Я уверен Именно для этого Это и нужно То Его вообще Могут изобрать Там какой-то Арктик Берн Плюс замедление С Даггера И ему тяжело уже Себя прятать Не нужно В этой ситуации Прятать нужно Врага Они бьют С большого радиуса Посмотрим Как это все будет Пока что у нас Небольшая пауза Кто-то там Лагает Причем лагает Что странно У Клоудов Несмотря на то Что Вроде как Это их сервер Должен быть Ну их имеется ввиду Европейский Сейчас Мизери Переподключится Я думаю Довольно таки быстро Мне больше интересно Не мид даже Посмотреть А что на остальных Линиях придумают Ну я так понимаю Шейкер хочет стоять Нижнюю линию Кто будет против него Стоять на нижней линии В такой ситуации Ну если это будет Акс То у Шейкера Огромные проблемы Но Акс мы видим Перетягивается в топ В принципе Если это будет Гирокоптер плюс Висп Шейкеру тоже будет Несладко И Шейкер здесь Выглядит не очень Сильным лайнером Вообще На месте Клоуд-9 Было бы здорово Пойти в хард И наказать Триплу ЕГ Это правда Очень тяжело Будет сделать Все таки Бонник верная Да злота Три ранжа Но с другой стороны Ты можешь Оставить гирокоптера Один в один Против Шейкера Это приятно Или допустим Оставить Акса Против Шейкера Тоже вариант Ты ставишь Акса И Акса Он доминирует Над Шейкером Довольно таки Жестковато И прийти Тоже Триплу и ранжей Хард Тогда ты на сто процентов Уверен что Дваур стоит в меде Против Бонника Точнее против Квапы И он Где-то ближе Там после третьего Четвертого левела Ее сделают И при этом У тебя Довольно таки Боевая трипла Да Вот так наверное И хотят сделать А ЕГ Я так понял Они убегают От этой триплы Да Они убегают От триплы Понимая Что это не то Что им нужно Им нельзя Стоять На линиях Трифтри И поэтому Юниверса Ставят один в один То есть какая разница Ты можешь Шейкером Проигрывать Аксу Один в один Но так же Ты спокойно Проигрываешь Один в три То есть И там и там Враг на тобой Доминирует Проигрывать Трем выгоднее Чем проигрывать Одному Безусловно Ну да А в это время Три героя Спокойно Даже Грубо говоря Два Они спокойно Будут стоять Против Акса И набирать Для себя преимущество Плюс Будет шанс Побегать Идея Тим уже занялся Причем Тут похитрее Даже решили Сделать Отправили Даблу вверх Чтобы гонять Бонсевена Кого-то Тоже Перетянуть Наверх Чтобы У бонсевена Была поддержка Потому что Три героя Здесь стоят Но Тут и двоим Неплохо Стоится Но Тейл Застрял Два крипа Выбегает Но очень Хорошая Фессора От Юниверса Ну и пока Все замечательно Кстати Ну для Стоят Снизу мы стоим Даже там Потихонечку Прессуем Виспас Герычем Ради что Пропушили лейн Пепедийнин Не нашел Вард Это вот та Самая нычка Где Есть три Ну три места Для вардов И одной Синтрой Если ты не нашел Нужна вторая Она не всегда Имеется И все Теперь Снизу У нас Ребятки Вот сейчас Зайдет Икспап От Тавр Крип И после этого Шекер По-моему Не подает Крипам Если эти Ребятки Втроем Станут Я больше Скажу Там нужна Не то что Вторая Там нужна Третья Еще Если Ну может Быть Нужна Третья Если ты Не угадал Двумя Там Находят Ну видишь Как он решил Вторую Поставить На линию Чтобы видеть Заходит Кто Ну точнее Чтобы сбивать Варта Обсервер Вард соперник Чтобы они Ничего не видели Обсервер Вард поставлен Интереснее Пошли в меде Фато потратил Астрал В итоге Выходит сюда Квинн Уф Пейн Потрясающий Вообще Тайминг От Ауи И вот То о чем И говорилось Длительный Кулдаун На Астрал Фато Очень агрессивно И Ауи Дождался Очень крутой выход Вот он прям Только потратил Астралы Квапу Да все Побежал Ауи Забрал его Ментально Фато Даже без задней мысли Решил подраться С Квапой И роминг Реализован На все 100 Вот Квапа Теперь более-менее Может стоять Важнейший фраг Против Удея Отправляют его В таверну Квапа Чуть восстанавливается После вот этих вот Астралов Которые начинали Уже стакаться И Ауи По прежнему У нас вторую игру Показывает 50 секунд Да Ты умираешь Возвращаешься А этих бафов На тебе уже нет Поэтому Сумаил у нас Все В безопасности По прежнему Три герои стоят У нас Снизу И прессуют они Шейкеры Которые кидают Свои фиссуры И по прежнему Бон Севен Стоит сверху И он тоже Не добивает крипов Ну на месте Бон Севена Как вариант Было вообще Быть и в лес Или там Пойти вниз Например То есть Ну можно Много вещей сделать На аксе Но он пока стоит Я бы сказал Если он уйдет в лес То он не будет Контролировать Виверну Суть потому что Только что произошло Виверну и так Не контролирует Да В этом вся суть Он и так ее Не законтролировал То есть Она пришла Сделала килл А он стоял Афк С ТП И никак не помог Двауру Ни инфой Ни разведкой То есть Обычно Как аксы Они Ну точнее Хардлайнеры действуют И чтобы Герой не смог Перетянуться в мид Ты специально бегаешь Светишь Чтобы Ну давайте Вижена противники А он сейчас Как-то вот по пассиву не играет Необычная игра От Бон Севена Выход на центр Сумаил У нас имеет блин Подходит Виверна Сумаил уходит Нападает на Дваура Но Ауи уж слишком себя поверил Дваур У которого 6 армора Так просто его с руки не взять И в итоге Ауи начинает страдать Ой-ой-ой Станчик сейчас по двоим Может быть Но нет Нет Сумаил бежит Да тут Боттл Раши И в этот момент Бон Севен забирает Клинкса Разменивается с ним Но явно в плюс Бон Севену разминут Потому что он получает Экспонт Станут с пятого левела И это шанс для Клоудов Биг Дэди Биг Дэди живет Под оверчарджем Стики выпивает Сумаил может доиграться Получает Хекс И это 3-2 Вот так вот Клоуд Найн Перетянувшись на мид Выигрывают целых Три драки Разом И очень-очень здорово Все сделали На этот раз Но это Очень хорошая игра От саппортов Они наконец-то оставили Гирокоптера Один в один Против Шейкера Понимая, что Здесь два героя Вообще не нужны Здесь стоит Гирокоптер Против него Шейкер И Дазл Эти два героя Ему ничего не сделают Он скорее всего Еще и напинает И напинает им При легком преимуществе Поэтому нужно Идти и выигрывать Другие линии Ну Бон Севен Каким-то образом Сверху в соло Вообще забежал Убил Фира Вот мы видим Тут нас еще спасают Но в миде Просто божественный сейв Понимая, что Дваура будет рисовать ЕГЭ нужно как-то Убивать Гирокоптера сейчас То есть он один стоит То есть есть Виверна Который может к нему прийти Да Есть Фир Который может перетянуться Там есть Клопа Который может Также на ТПшечки Зайти Потому что Уже не нормально Уже Гирокоптера Стоит 1-2 На Харде И он фармит Это не то, что надо До ЕГЭ Хотя вот смотри Фир заходит за Мизери В спинку Мизери уходит Да Но у него только на 1 каст моне А Хекста Ну, короче Клауднайн по графикам Да, чуть-чуть Но Чуть-чуть совсем У нас Винрейт 20% Ну, кто же испортил ему такой винрейт? Я вообще его не видел Ну, он действительно слаб В современной мете Потому что он Ну, очень тяжелый герой В плане уязвимости своей Он очень уязвим Для гангов Ему довольно-таки много Надо артефактов Когда у нас была эра Мидас Доты Когда все покупали Мидас и много фармили Да, УД, конечно, был шикарен Особенно в связке С каким-нибудь Рейскингом После того, как У Рейскингаура Стало работать на рейнджевиков И стакаться Со всем чем только можно Но вот После этого УД начал появляться Все реже и реже Его начали все лучше контрить Уже не стал он так выигрывать Мид Но вот посмотреть сейчас 18-11 на 17-10 Это плохо для УД Он не должен так Бластеры стреляют В спину Шейкеру И может пойти дальше Вполне Энви Да, идет дальше Но вряд ли убьет Юниверс И Юниверс оказался Слишком плотным Ну еще у него есть Одна особенность То, что он не пробивает Блэкинг Бар Он не пробивает Блэкинг Бар Ему тяжело Синициировать драку У него нету Такого суперкрутого Бурста Если там, допустим Да, ульта Нестина оторвался По интеллекту Поэтому Оттаташчика Так, Акс у нас Выходит на Фира Подходит Мизери Мизери получает По голове Дает Хекс Фиру Очень хорошо ТПшится на Тейл И ганг Получился Просто обалденным Так, ну Ауэльдек На самом деле Ауй видел Акса Ауй стоял Вот здесь В кусте Акс пробежал Мимо него Но как-то Фир не поверил Что Фир, видимо Хотел забайтить Думал, что О, сейчас мы подбайтим И в итоге Трех героев Оказалось больше Интересный получился Байт Вообще по поводу Дега Еще, конечно Вот это новое изменение Ганим Непонятно Он вообще усилил Удей Или ослабил Потому что С одной стороны Когда ты кастуешь Ультимейт И всех прячешь в тюрьму Ты набираешь Уйму интеллекта Но с другой стороны Ты Сейвишь всех героев Врага И очень часто Такое бывает Снизу тем временем Энви у нас подставляется Фир Вот очень грамотное действие После того, как он умирает Сверху Понимая, что сверху Уже ему не надо стоять Он перетягивается вниз И попутно убивает Гирокоптера Это Такой Довольно тоже Дефолтный мув Для кэрия Вот это вот ТП После смерти Которое Несколько Скажем так Компенсирует Затраты Из-за смерти Я бы сказал Тот самый ган Который нужно было Делать сразу Когда ты видишь Что гирокоптер Стоит в харде И имеет топовый Крипстат Он один Никого нету Тут у нас был Иллион и Висп Ты спокойно приходишь С любым героем Там неважно Бонни Квопа И моментально Его убиваешь Ай-яй-яй Да От Деваура Проблемы От Деваура Вообще не отстают Не позволяет ему Кидать у нас Астралы в Квопу Бежит Юниверс Подходит сюда У нас Бон Севен Что-то Не скоординировались Да Мизери не поверил Видимо Что до цепи Отбежал И вот такая Возня идет Ну что Смаил Пойдет дальше Или нет Не этого Мизери здесь На упреждение Захексил Чтобы не пошел За ОД Ну дважды Получилось так Что Фата Давал Астрал И в этот момент Его станила Фиссура То есть буквально Еще чуть-чуть Возможно Фате было бы тяжело Смаила сажают На стан Но 9 стиков Есть куча хп Да и не собираются Здесь на самом деле Нападать Шестой левел Однако появляется У Леона А вот это уже Интереснее Потому что с фингером Возможно всякое Биг Дэди Биг Дэди очень сильно рискует Биг Дэди конец Да Пошел по дорожке Смертника Никаких шансов Квинкс ему не оставил Под прикрытием Еще и шейкера Под легкой поддержкой Скажем так Огневой Все очень плохо стало Ну и оставили Вот эта вот Классическая фишка ЕГЭ Которую они в принципе Используют В огромном количестве игр В прошлой игре Они это не использовали По весьма понятной причине Они очень любят Оставлять фарм Ауи У него часто герои Которые много фармят Но в прошлой игре Ауи нафармил и без Вот этого Вот этой помощи Энви Дает ульту Попадает По юниверсу Но юниверса Здесь даже близко не убьет Сразу куча телепорт В Энви нужно валить Ну и никто здесь ему Не помешает Хотя клопа идет Ульт Очень неплохо От Queen of Pain Сумаил здесь просто идеально Все исполнил Однако Нужно давать Грейв Грейв второго уровня Не спешит с этим Дазл Очень хладнокровная игра В итоге Энви прогоняют Вис потратил Все заряды Ботла Энви пол хп И нужно лететь на базу Да так и делает Ну Сумаил здорово ворвался Прямо прочитал Что урона ему хватит Да ровный размен То есть на самом деле Потратили много сил И забрали одного ленчика Но при этом У нас 2-ауэр фармил И Акс у нас так же Тихонечко выносит Свой фарм Главное сейчас Им тяжело по карте То есть у них Из-за того что они взяли 2-ауэра Помнишь я говорил Про жадность То что фарм То есть они будут Разрываться по фарму Это уже начинает происходить То есть мы видим Акса Которому очень нужен Блинг При этом ему потом Еще будут нужны арты Герокоптер Который стоит в харде Но уже не все так радужно Потому что варда у него нет У ЕГ стоит свой Апс они готовы сбивать И при этом они его убивают И вот сейчас Энви заходит в свой лес Под вардом Но это надо наказывать Здесь у нас и Даззл И Бонник Он просто фармит Под вардом в лесу Не торопится Да у нас тут Сумаил фармит стаки Ну короче вот он стоит И тяжело Можно на самом деле Можно было на самом деле Энви просто наверх отправить То есть он бы тут стоял Фрифармил Но они решили отдать Верх Мизери Который добивает себя Фастбинг Даггер Вот это интересно И Энви ретируется На стаки Они короче Решили выкачать Вообще весь фарм На карте Вот Все 50% Которые есть За счет Герокоптера на стаках Леончик сверху Да Висп на отводах Герокоптера на стаках Герокоптера удачи конечно С таким уроном С такими итемами Но более-менее Он там настакает Четыре пачки И потихонечку Будет их харасить Нормальный расклад Еще приятно Все 5-й Да ЕГ делает то же самое Квопа у нас фармит Тет Сверху стоит Ау Он правда не фармит Снизу Даззл На крипах И пошла Та самая лютая комбинация Шекер плюс Квопа У Квопы снова откатывается Ультимейт Поскольку мы не смотрели На тренировках Но вот этот Шекер С Квопой Они на самом деле Имеют просто колоссальный Винрейт Когда они играют Клан Лары Там против Нави Вирту Соф Поскольку Посмотри как они Есть ульта И сразу перетяжка Тут своего момента Не фармят мид Не фармят мид Вообще нихрена не фармят Жмешь F3 Клод 9 вообще Никого не видит На карте Кроме Даззла Который вот тут Очкует И ясно одно Что показывается Где-то это самоубийство Афир Вот Бонник Вот он Бонник Который дает вижн Для Квопы и Шекера И может быть Мизери Сэй как разводит его Сэй как разводит Боже мой Но Сумаил Подошел И все Да у Мизери был станд Был хекс Но двух Не застанет Ни за хекс И так быстро Мизери вообще не понял Откуда что происходит Мизери в итоге в таверне Здорово Фир опять на своем Клинксе Очень здорово Выполняет работу По мап контролю По Ну в общем Мап контролю Да Но он больше Он больше Да он сейчас Больше играет Такой как Вард Понимаешь Что если быстро Помочь там уже Шекеру с блинком То все у тебя В игре будет Очень хорошо И даззл У нас Трэфи Выходит на центр Очередной Очередная попытка Реализации Ну реализации ульты Был дай Должны читать Потому что опять Никого вообще Никого нету Нападают у нас На Фату Висп у нас дает Ультимейт Немножечко поздно Ультимейт Бон Севена Но его вообще Никто не пробивает Фата выживает И мястик И подходит сюда Мизери Отличный врыв От Бон Севена Но Сумаил делает Трипл килл Не хватило Энви ЕГ у нас Забирает всю команду Остается один Гирокоптер И Энви Ну Рампажечку Рампажечку Радимую Ох Как хорошо Это Рэмпаж Для Сумаила 11-4 Да ЕГ просто Потрясающе провели Эту драку Помнишь ты говорил О том что Энви Может засейвить В итоге он засейвил Не того Он засейвил Сумаила Просто Подход У него не было У него не было Пятого уровня У него Пятого уровня Не было у Виспа Например Того же В смысле Ультимейта Релокейта У Виспа Не было Да Не было релокейта Они круто реализовали Леончик Ну он потерялся вообще В драке Стоял на передовой И по-моему За весь замес Он дал одну тычку Девауэр Как мы с тобой видели Он вообще ничего не смотрит Он спрятал Квапу Которая запрыгнула Которую можно было убивать Вместо этого Сразу же на Акса Полетел Ультимейт И ОД начал бить Акса Тем самым ОД сделал Ну вот это вот У меня такое ощущение Что у Фатов Все таки не так много Играл на этом герое Или Клаудне Не так много играли Потому что это Ну простейшая Дискоординация Простейшая Неотработанная Неотработанная схема То есть Говорит о том Что не так много Играли видимо Этой комбинации Ну Сумаил Рэмпадж Это сейчас Колоссальный буст по фарму Он выходит на топ 1 У него сейчас появится Какой-то быстрый аганим Есть 11 левел И ЕГ Сейчас зажмут опять Как в прошлой игре Мы это уже видели с вами Прекрасно Ну здесь правда Герои немножко другие С ними сложнее Потому что они могут Контринициировать Тут и Леон И Акс с блинком Но Против Клинксай Думаю что будет тяжело Все равно Да Ну вообще здесь Получилось На самом деле ЕГ своим упорством Надавили Клауда походу До последнего не верили Что так произойдет Так у нас тут Фир Нашел Бон Севена Который с блинком Бон Севен у нас В позиции Получает стан Очень неудачно Врывается Прямо под фиссуру Подходит сюда Фир И Бон Севен падает Нет Нет падает Все таки Сумаил нападает на мизер Есть ульта Нужна поддержка Энви убегает В очередной раз Тут не вся команда ЕГЭ И Клауд Найн у нас Умирают по одному Забирают за собой Шейкера Фата старается дать ДПС Но Он по моему Сделал одну тычку В замесе И бежит Квапат с дабл дамеджем Да Так же у нас бежит Энви Шикарный ультимейт По двоим И нужно отступить Да Жадин наказывает Причем слишком Боже мой Фир Да Ворвался Здесь же Сумаил Они бегут за Энви Ну нет Энви слишком плотный Еще 17 стиков Просто ЕГЭ уже на кураже Влетают за вышки Потеряв одного Только шейкера Который по моему Сделал свою работу Кстати могут поплатиться Сейчас Сумаил большой стрик Но Виверна Замедляет Сумаил Сумаил Есть блинк И Сумаил уходит Тпшится Леон У Леона блинка нет Есть стан Есть хекс Но здесь же Здесь же Дазл Который вешает грейв Висп Акс Нужно рубить Нужно рубить Но хп слишком много Сумаил опять уходит На блинке Да что ты будешь делать В итоге зарубил Виверну И двух саппортов убили Да Даже наказать не смогли За вот этот врыв Шейкер дает фиссуру Висп еле живой Надо отхиливаться Из ботла и валить Шейкера тоже могут забрать Да шейкера заберут Скорее всего Хотя Нет Шейкеры конечно Не имеют шанс Три В итоге 4 в 3 Все таки ЕГЭ подфидили Но по моему Забегать вот сюда Вот это Была уже Излишняя наглость Да это лишняя Согласен Но двух коров не отдали Что самое главное Фир Получает хекс Мизери Мизери Стана нет Мизери умирает Под медалькой Год лайк у Сумаила Да Ну Сумаил Сумаил конечно Ну это его Год лайк Можно сказать С уверенностью Потому что Драки проходили командные Все здорово действовали Но как он раскидывает С пылы Это просто потрясающе А он стилит Малой тут Су славу забирает Команда танкует Кидает ему Грейвы Замедляет Фир на своем бойнике Показывает цели А он приходит Малой все стилит Это Ну это правильно Это правильно для него В принципе да Здесь А больше ты некому Забирать Разве что фиру Только забирать Потому что Больше ни у кого Урона нет УД Курьер Курьер выживает Потому что Проходит мисс УД тоже выживает А надолго ли Виверна Арктик Берн Замедление Здесь же Висп Здесь же Леон Виверна просто спускается На своих Двоих крыльях И сбоку Акс заходит Сумаила И Сумаил Успевает Блинкануться Как же Европа Европейский сервер Пинг Ничего не помогает Клауднайн Да Бонсевену уже Тотально не везет Но я по другому Даже сказать не могу Вот эти блинки Когда ты успеваешь Сделать блинк Не успеваешь Сделать кол Но при этом Тебе прилетает фиссура Которая была скастована Еще до И вообще не в тебя Это Дизастер Дизастер Я могу сказать смело То что Бонфлетчер Вот этот вот Он реально выигрывает К гг игру То есть у них Вроде бы простая Ну простая да Комбинация Фиргита бегает Час там кого-то показывает В итоге Шекер Клопа Дают прокаст И тут Половина героев падает Потому что все слишком тонкие Там 700 хп леон 750 хп вис Да Да и Аксевич у нас Мы видим что у него Особо нет хп У него 1000 1000 это на зубок Для Сумаила Вот на такой стадии Там ульт К скрим Еще один скрим И Пора бы задуматься О сентрях Которых кстати вообще нет То есть есть только даст То есть момент такой Что если ты Бонник уже тебя увидел И показал И врывается шекер с квопой Ты Умер сразу Ты умер почти сразу Вот А если Ну поставишь сентрю У тебя есть шанс Ловить заранее И сентрея нету Это Трагедия для Клауднайн И сейчас им нужно Ну как-то собраться Вот Собрались уже снизу Самое забавное Что Сами клауднайенты Играют через баунти хантера И в очень похожем стиле Тоже Он баунсевен Смотри Прости Баунсевен Ну знаешь Так Врыв Нагирыча Ой-ой-ой Минус висп Секунду А че так много урона Хотел спросить Ну это видимо просто У виспа мало хп Ну вообще да Очень странно Баунсевен Который любит врываться И танковать В итоге Не врывается И не танкует На аксе Так как нужно Хотя вроде бы Все для него есть Сумаил тем временем Реализует свой мега перефарм 10-1-3 Врывается Забирает Энви Который летел на базу Ну да Тут уже Тут уже пошел Какой-то овнайтш От Клауду От ЕГ А 18-7 Преимущество растет Клинкс Все более неуловим Становится Деньги нужно тратить На Сентри А Леон копит на Блинк Покупает Но Да Вот Сентри есть Кстати говоря У Виспа Но че-то не помогает Ну здесь вопрос Дефенса Как клауднайна То есть Пушится линия У ЕГ преимущества ЕГ со своим преимуществом Естественно Пойдут тебя давить И забирать твои ТВ Три героя Стоит снизу На линии Которые пушатся Вообще в другую сторону И они там Кого-то хантят То есть думают Что туда придут ЕГ А ЕГ недолго думают Они просто идут И забирают вверх Вот смотри В очередной раз Пушится линия Приходит Герокоптер Выходит Виверна Тут еще Большая часть героев Команды ЕГ И они сейчас просто Будут забирать Т2 Тавара По прежнему Клоуд Найн нет Клоуд Найн могут попробовать Деспидпушить С Аксом и Дуауром Но У них ДПС По Таварам Вообще никакой И они стоят ждут И в итоге ЕГ могут просто Бить Тавар Я не знаю Чего ждут ЕГ Они прекрасно понимают Что Клоуда Наверное Не будут дефить Да Вот просто заходят Забирают Т2 Тавар И Просто осторожничают Жмут глиф Вот И теперь грамотное действие Клоуд Найн И тут Искать противника Там где он должен быть Смайл Видит его Врыв На Фира Раскаст Колд Эмбрейс Тут же Фир падает Фир падает очень быстро Фата бьет ППД Виверна Должны ее стирать Виверна уходит Улетает в леса Виверну не догнать Сумайл отблинковывается Виверну нужно забирать Виверну заберут Хотя Колд Эмбрейс Нет Стамп Колд Эмбрейс пробивает Забрали Фира Забрали Виверну Ну что-то ЕГ боялись Боялись В тот момент Когда нужно было уходить Они Осмелели И дарят 2300 Преимущество Правда Вышку сейчас придется Задонайить Это немножко денег Для ЕГ Хороший ответ От Клауд Найн Все-таки Был Сейчас для Клауд Найн Просто отличный ответ Они наконец-то Превозмогли себя И просто начали терпеть Против Баунти Хантера Не играя в партизанскую войну Так Но с тем временем Клопа напала на Акса И его забрала Подходят сюда Низые наленчики Дает хекс След за этим Заходит стан Также хотят Хочет и Висп Нести свой вклад Но нужно отступать Возможно внесет Пришел Шейкер С блинком Забрали Виспа Девауэр спредел Шейкера И отступать Ну вот загулял По-моему Бон Севен По-моему Биг Дэди У нас рекорд поставит В этой игре В этом матче Потому что у него Самое большое количество Смертей в первой игре И во второй тоже Пока что он лидирует Шейкер Боже мой Господи Откуда Откуда Юниверс Берется во всех частях Арты Набегает на Леона Здесь уже Клинкс Откуда со спины прибегает Бьет и Курьера И Леона Не знает кто вкуснее В итоге все-таки Леон умирает Курьер чудом выживает Ну ЕГ просто давит Когда у тебя Клинкс С твоей базы выбегает Это вообще Уже ненормально И Шейкер Юниверс потрясающий То с одной стороны То с другой Нападение Возможно будет сейчас Какой-то от Клауд Найн Хонтер нападение Нет Денается вышка И ЕГ просто уйдут 21.9 Преимущество продолжает расти Квопа все больше набирает Нетворс У нее в скором времени появится Я честно говоря Не знаю что это будет Но очень похоже на Октарин Очень похоже на Октарин Да Ульта Которая имеет кулдаун 32 секунды На вот такой стадии игры Это слишком Слишком большое преимущество Да и хилит тебя И статы там приятные То есть Мана у тебя не кончится Мэл любит делать его В последнее время Ну и в перспективе Там у тебя два Хикса Или там два Блэкинг Бара Не важно В любом случае окупаются Ну да Такое довольно быстро Ну как бы уменьшение кулдаунов На всем оно всегда полезно И Блинк побыстрее Может успеешь сделать А тем более в такой игре Где тебе Ну БКБ видимо еще не хочется Сумаилу делать А жир какой-то нужен Потому что если он сольет свой стрик Бионд Гудлайк Будет не очень приятно Клинк с тем временем Я так понимаю Несет в себе Заветный Заветную косу Да Заветный дезолятор У нас теперь Клаудная Начали действовать Чуть помудрее Они Сами Начинают толкать Линию Вот гирокоптер снизу И Вроде бы все должны Предполагать Что за ним стоит Висп Висп у нас В свою очередь Отправился наверх За Девауером Ну мол собирается Сейвить его И ЕГ абсолютно все видит Забегает Фир Опять сентре нет У Виспа 853 хп Реакция Хорошая реакция У Фаты Висп уходит на 100 хп Нужно просто Улетать на базу Всем Всем улетать на базу Неужели не видели Там прямо на варде Прожали смоуг Даже не на варде Прямо стоя на линии На крипах Прожали смоуг Да Да Ну не успели уйти отсюда Фир здесь просто Заставил задержаться Снизу тем временем Стирают виверну Ну квопа идет дальше Очень опасный врыв От Квин оф Пейн Но ее страхует Дазл Тут же И саппортом нужно Каким-то образом валить Леон есть блин Но его сбивают Встанет Виспа Висп минус Леон под ядом Никуда не блинканется уже И скорее всего Это еще один фраг Для Сумаила Сумаил забирает Еще один фраг Акс пытается уйти Шейкер Видят Видят Акса Знают что он забежал наверх Нет Нет Юниверс долго думал Но кстати Правильном направлении Дал фиссуру В общем-то Это не так важно Потому что в любом случае Размен тотально В пользу Cloud9 Они выбили соперника сверху Выбили соперника снизу Забрали всю карту под контроль Несмотря на неплохие ворды От Cloud9 Которые Как-то умудрились Еще здесь поставить Но преимущество Полностью Под контролем ЕГЭ Ну это видно по графикам 7000 Ну даже 8000 Золото Сверху вообще Все было приятно То есть напал Клинк Засейвили Виспай Думал Висп сразу будет Раскручивать свои шары Чтобы спасать Дваура Потому что Флетчер Наверняка нападал не один Потому что этого Флетчера Тот же Дваур С Виспом Могли спокойно убить И снизу забрали верну То есть потенциально Это был размен Саппорт Суппорт Суппорта И после этого Можно было спокойно играть Но сами Клоуда Они опять же Они жагничают Но Тейл Он уже Туза лупил Просто Кого-то спасать Своей ультой Учитывая что у него Уже 1.6.5 Он просто Моментально нажал ТП И сказал Фата прощай Просто Фата прощай Вот Да Рошан падает Очень быстро Ну да Преимущество у нас Еще выше Уже 7500 Галды 7500 По прежнему У Дуваура Пока только Одна мека И он не самый Сильный файтер У него сколько Инты 66 на 25 Вот собственно О том винрейте У Дэ Который должен быть За счет чего Этот герой решал Прежде всего За счет того Что он на линии Доминировал И быстро там Разгонялся Но здесь нет такого Да Только если ты Разгоняешься Потому что Если допустим Та же Клопа Она в тебя Прыгает первая Под шейкер Дает свой рассказ То после твоего ульта Ты вообще Клопе Не нанесешь урон Ты только у нее сожгешь ману Ей все равно Будет хватать Там на скрим Боттл от певца И на блин Поэтому Дуваур Здесь пока Ну Должен как-то выкарабкиваться Пошел очень суровый ганг Разбили смок Прямо во вражеских На вражеских эншентах Мизери спалил Очень красиво Спалил Мизери Нужно блинкаться Сразу Джать ТП Аут Ем Но нет Его тут со всех сторон Обступили Фирм вообще Даже не собирался Убивать этого Леона Он фармил крипов Но Леону было некуда Уходить Ну как-то Дурацкая позиция Получилась у Клауд Найн Я бы даже сказал Что она не такая Плохая была Но ЕГ пошли В очень правильном направлении И в итоге Часть Клауд Найн Вернулись на базу Часть Клауд Найн Остались где-то Наверху И сейчас тоже Возвращаются на базу Да просто одна Виверна ТП шнулась На базу И все Ну имитация того Что может быть Будет кто-то еще А ЕГ они молодцы Они отправляют Суппорта Который без маны Он не особо полезен Да Оставляют основных бойцов Вражескую карту Понимаешь что Они возможно даже Выиграют замес в четвером Если начнут первым Ну для начала Клауд Найн Должны выйти из базы Чтобы как-то подраться А Клауд Найн не выходит И это ЕГ полностью устраивает Они вообще шикарно У них был на самом деле Гем Они могли выходить с базы Почекать вижн Но Весь вижн Почекан теперь у них И все И карта превращается В черное пятно Ну просто гем У них стоял на передовой Обычно Ну ты побегал Почекал А потом гем выкидываешь Чтобы Не дай бог И вот тебя не забрали Так Сумайл Он забрал С юниверсом Опять Виспа Вот просто Почувствуй эту комбинацию Вот Ты видишь Что мы с тобой Всю игру наблюдаем Квапа шейкер Квапа шейкер Квапа шейкер Да Фиссура Скрим ульта Фиссура Скрим ульта Все гениальное просто Да Это уже происходит Последние 15 минут Против Клауд Найн А ты понял Что произошло Висп принес гирокоптера Чтобы он пофармил На 10 секунд И эти 10 секунд Висп не выжил И не увез гирокоптера 1.7 Не ну Как бы они прилетели И собирались улететь на фонтан Через 12 секунд Они улетели На фонтан Но немножко другим способом Все по плану И Энви Оптимист Кстати Что-то ударило Энви в голову Но он сейчас собирает МКБ Не знаю просто Насколько это полезно здесь Но вообще выбор правильный Да Чтобы пробить бойника С медалькой Ну тебе это будет необходимо Но с другой стороны У тебя же совсем нет хп Надо какую-нибудь Не знаю Что-то купить Хоть шарик там Видимо пошел по логике Что если я буду с хп Но без урона Я точно никого не убью А если я буду с уроном То какой-то шанс есть Но судя по тому Как ЕГЭ контролирует Вообще все драки Как они в них действуют Шансы здесь выжить без БКБ У Энви равняются нулю В общем никаких Тут вообще игра На малого идет Малой стоит За ним стоит 2 суппорта Точнее 1 Лучше Аегис Да будет дазл Поэтому дазл не стоит Он всех мнет А Фир ищет кого-то Кого-то нашел Прибежал Шекер с бойником И убили Стоят варды У колдай вообще ничего нет Нету вардов На карте Они вообще ничего не видят И они просто зажатые Вот сейчас стараются реализовать ганг С Аксом Ну-ка И самое смешное Что ЕГЭ просто пофиг Потому что ни Акс Как Харлейнер Ни Девауэр ДПСов Тавар вообще не делают Им просто А вот А вот Боник с Дизолем Которые ДПСов делают Радов 3 больше чем они вдвоем Очень печально То, что стянули Сейчас Клауд Найн То есть Сейчас ЕГЭ Видит Акса Ну, видит Леона Видит Гирокоптера Сейчас еще увидит Акса И все Ты Можешь теперь стоять вечно Да, вот еще забрали Опять через фиссуру И ульты КВП и Леона Клауд Найн как будто Первый раз видит Эту комбинацию Ну да Виш пытается среагировать Но что реагировать Когда герой уже мертв Еще до того Как ты Что-то успел сделать Не говоря уже про задержку И теперь Клауд Найн только молится на инициацию Сейчас появляется Смог Леон Они жмут Смог И только так Они смогут выиграть замес Если они этого не делают Они проигрывают сходу А ЕГЭ забирают базу Он все слишком просто Боже мой Ты смотришь на это и радуешься Вот на КВшечках у ЕГЭ Два ферст пика Это Квапа и Шекер В каждой игре Знаешь что они с ним творят Прыгайте Шекер Есть Хекс Заходит Хекс да Ну Хекс посмотрим Там Аегис Ой Квапа раскастовалась Через 30 секунд Раскаст опять будет забирать Как же долго ее забирают У нее еще Аегис Она просто уезжает отсюда На форстафе Минус бараки Да И нельзя идти Нельзя идти Вы потеряли бараки Все Вы с этим смиритесь Теперь ждите Следующего захода Ждите пока Аегис упадет Да Аегис упал Аегис упал Все вот теперь смог Вот теперь они должны Напасть на кого-то И порвать Одного Вот например Сумаила Купи его Сесть семьей За форстафеля Врывается в инверс Просто потрясающая Эпсессура По гирокоптуру По всем забирают Гироча, Леона И Акса Выживают на склопа И это просто минус 4 На склопу успели кинуть Грейв в последний момент Акс был занят тем Что лупил своего Дестройера И минус 5 В очень Такой легкой Второй игре Ну Начало было Скажем так Достойное Этого матча В первой игре Но как мы видим ЕГЭ Просто не соперники Пока что Для Клауд Найн Судя по вот этим играм Потому что Здесь преимущество Оно где-то на уровне Там я не знаю Понимания игры Идет И конечно так Обыграть очень тяжело Не говоря уже о том Что ЕГЭ Они помимо понимания Они еще и в драках По-моему Получше выглядят То есть по своему микро Ну у них простота